Друзья, всем привет! С вами на канале Твое Игровое Алина, Денис, Никита и Филипп, и мы играем в настольную игру Алиби! Версия «Смертельное блюдо». Это специальный выпуск популярного кулинарного шоу стал финалом для известного ресторанного критика. Одно из блюд, которое он должен оценить, было отравлено. Кто хотел избавиться от строгого судей? Я это вырежу. Это я. Короче, это, да, детективная игра. Алина рассказывает правила. Мы с вами сейчас будем погружаться в свои роли. У нас перед каждым есть персонаж, которого нам по-хорошему надо отыгрывать, и прям вообще очень серьёзно, как будто от этого зависит ваша жизнь. Я сейчас расскажу правила, потом мы прочитаем вступительный красивый текст литературный и поедем. У нас, да, действительно детективная игра, правильно сказал Филипп. Мы разделили роли, и теперь вкратце расскажу, ну, не вкратце, подробно расскажу ход игры, из чего он вообще у нас состоит. У нас вот есть наша колода, там в каком-то определённом порядке разложены какие-то определённые карты. И мы будем их вскрывать и по одной читать. Следовательно, про себя читаем первую карту колоды своего персонажа, да, никому не рассказываем, очевидно, ну, просто вдруг для кого-то это важно. После этого прочтения положим её на стол перед собой с изображением персонажа вверх. То есть мы её прочитали, кладём её, как уже прочитанную, в колоду. Она будет содержать, вот эта первая карта, она будет содержать какую-то вводную информацию о вашем персонаже, чтобы вы имели вообще какое-то представление о себе, и как вы сюда там попали, что вас вообще привело сюда, кто вы по жизни. В общем, это всё очень важно. Можно раскрывать эту информацию в ходе игры, ну, на своё усмотрение. А мне, я щирок, это честно. Да, вдруг ты рептилоид, да. Вот, её, в принципе, можно раскрывать, эту информацию можно не раскрывать, в зависимости от того, какая у вас будет стратегия обмана. Затем, каждый игрок берёт верхнюю карту колоды своего персонажа с цифрой, соответствующей номера раунда. То есть циферка будет означать у нас раунд, да. Как только вы изучите информацию, вы положите её в стопку сброса рядом, это будет обозначать, что мы все идём одновременно. Все у нас прочитали раунд один, раунд два. После чего у нас, блин, жалко, нельзя показать, но тут в правилах, из чего будет состоять структура карты, да. У нас есть название, ну, и имя подозреваемого. Почему нельзя показать, сейчас всё покажем. Давай вот, да, покажем, чтобы все видели. У нас есть имя подозреваемого, да. Здесь какая-то абстрактная карта, это не спойлер. Есть номер текущего раунда у нас изображён. Есть показания, да, вот у нас здесь какой-то будет художественный, не художественный текст, в котором будут содержаться показания. Это данные, которые мы обязаны огласить для всех присутствующих. То есть мы их читаем в текущем раунде вслух, да. Выделена ключевая информация, которая облегчает запоминание. Но, в принципе, её, ну, как бы, прям полностью надо огласить, ничего не утаивать, не скрывать, вот как есть. Это вот, которое показание. Оно у тебя будет посередине, большое поле, в нём будут показания. А вот тут внизу будет ваш маленький секретик, который мы позволим вам хранить. Это информация, которую вы не обязаны сообщать другим игрокам. Но, однако, если другой игрок задаст вам конкретный вопрос, относящийся к этому секрету, вы будете должны на него ответить. То есть он может задать либо конкретный вопрос, либо синонимичный вопрос, то есть синоним к слову. Вот, например, здесь есть название секрета, да. Бриллианты Аманды. Кто-то спрашивает драгоценности Аманды, украшения Аманды. У вас спросили про секрет, то есть вы должны его огласить. То есть это важно. Вообще можете его не рассказывать. Короче, это надо скрывать, но если тебя спросят про это, то обязана ответить. Когда у тебя в лоб спрашивают, соответственно. Типа мы узнали, что Лиза Лакруа имеет какое-то отношение к бриллиантам Аманды. Мы говорим, Лиза, а что ты знаешь по поводу бриллиантов Аманды? И ты такой тогда ответ. А что ты знаешь про Аманду? А я не знаю, кто такой Аманды. Но там и потом в процессе поймем. Амельявда Аманды именно я. Да, либо прям вот название, либо синоним. В общем, да, конечно, понятно, что прям четко вы не угадаете, но тем не менее. После этого мы начинаем, вот у нас первый раунд. У нас начинается, после первого показания начинается свободное обсуждение. Ну вот обсуждаем, кто что думает, задаем вопросы. Да, вот нет какой-то определенности ходов. Все игроки могут вступать в обсуждение, вопросы можно задавать любые по своему усмотрению, но при этом каждый игрок обязан озвучить свои показания. Это то, что посередине карточки, мы это уже запомнили, да? И постараться раскрыть информацию, которая в них содержится. Наиболее точным и естественным для разговора образом. То есть не просто тупо с карты текст зачитать, а вы должны через призму своей роли это все преподнести. Да, вот я виола. Как вживаться. Да, вживаться в роль важно, это важно. Оглашать показания можно в любом порядке, по одному за раз или все вместе. Ну, на усмотрение игроков, кому как удобнее будет. Следовательно, после того, как у нас вот эти все бурные обсуждения закончились, мы предоставили всю информацию, содержащуюся в показаниях. Опять же. Мы кладем карту текущего раунда рядом, лицом вниз, чтобы никто не видел там ваши секреты. Соответственно, если вы положите, можно посмотреть, можно. Если вы можете обращаться к этой информации, потому что важно, если кто-то будет врать, обращаться к тому, что уже было. Вы можете ее просматривать. Можно просматривать? Ну, старые, это я и говорю. Уже сыгранные. Вы складываете в отдельную стопку и можете их рассматривать. Вперед не забегать. Я думал, типа, единичку сыграл, ты можешь посмотреть, двойку сыграл, не можешь, можешь. А вот эти вот карты вот сюда, да, кладем? А их смотреть можно? Можно. Вот. И даже если вы уже положили свою карту в лицо вниз, да, ну, стопку сброса, будем ее образно так называть, вы можете продолжать и задавать вопросы, и отвечать на вопросы, заданные вам. То есть, как бы это не отрицает ваше прошлое, просто вот так оно и есть. И секретики можно скрыть со старых карт. Секретики, вот это важное будет уточнение, но попозже. Не бежим вперед по ровному. Вот. После этого раунд заканчивается. Все игроки положили свои карты подозреваемых текущего раунда. То есть, мы все вот первый вот свой раунд отыграли. Раунд заканчивается, как ни странно. Мы вот сложили стопочки лицом вниз, новый раунд начинается, проходит по тем же правилам. Это все будет происходить. Если следующая карта карты вердикт, то начинается финальная фаза. Из чего у нас будет состоять финальная фаза? Потом пройдемся по советам и по заданным вами вопросам. Ну, когда пойдет, да. Да, финальная фаза. Это у нас первое, вердикт. Второе, представление фактов. И третье, голосование. Из чего состоит вердикт? Каждый игрок читает свой вердикт про себя. То есть, у вас внизу колоды будет карточка, где написано, что вы виновны или вы невиновны. Опа! Да. Это вердикт, который вы узнаете в конце. Вы его читаете, ни в коем случае не озвучиваете. Не эмоционируйте. Не эмоционируйте. Просто прочитайте. Да нет же, это не я! Вы че? Я не хочу! Вы че? Я не могу! Так, ну понятно. Вы его читаете и кладете карту перед собой лицом вниз. Потом будем вскрывать ее. Потом представление фактов. Вам дается приблизительно минута, чтобы в общих чертах объяснить, почему это точно не вы. Вам нужно себя оправдать. Привести какие-то аргументы, факты в защиту себя, любимого. Вы быстренько это делаете. Мы все по очереди высказываем, представляем факты в пользу своей защиты. И после того, как все высказали свою точку зрения на происходящее событие, мы приступаем к голосованию. Голосование, вообще простейшая тема. Мы берем, выставляем кулачки. И на счет три одновременно мы должны указать на убийцу. А че на меня? Ну это такая классика, понимаешь? Ты всегда убийца. Что важно помнить по поводу голосования пальчиками? Нельзя указывать на себя. И даже если вы убийца, нельзя указывать на себя. Если вы не убийца, нельзя указывать на себя. Никита, тебе нельзя указывать на Никиту. На Никиту, да. Ну то есть, понятно, да? Если вы невиновны, нельзя указывать на себя. Если виновную тоже нельзя обвинять себя в преступлениях. Если у вас голосование как проходит. Если за убийцу проголосовало больше всего игроков, побеждают все, кто его обвинил. Если за невиновного проголосовало больше игроков, чем за убийцу, победителем считается убийца и все, кто его обвинил. Отстенд? После того, как мы проголосовали, да, и у нас какое-то число голосов сформировалось, мы берем карту, у нас есть признание. И убийца читает его вслух, это очень секретная, гипер-секретная информация, там две карты с текстом. Он читает и как бы восстанавливает всю историю, цепочку событий, которые мы обсуждали. Вот, вы спрашивали по поводу секретов. Да. Вот, этот текст, который находится в нижней части. Да, ещё раз повторим. Если в любой момент текущего раунда один из игроков задаёт вам прямой вопрос по теме секрета, использует точные формулировки или синонимы. Это вот к вопросу о том, как можно обозначить этот секрет. Точную формулировку, бриллианты Аманды, либо синонимы, драгоценности Аманды. Драгоценности Аманды. Вы обязаны раскрыть этот секрет как обычное показание, как вот то, что у вас открыто. А, ну просто прям читаем. Вы прям, ну не читаете, вы читаете и эту информацию точно в рамках образа доносите. Чтобы ничего не упустить. Да, чтобы ничего не упустить, но в рамках образа доносите. Если вам задают вопрос, относящийся к теме секрета прошедшего раунда, вы не обязаны на него отвечать. Вот это ответ на ваш вопрос. Понял, спасибо, своевременно. То есть только в текущем раунде, да, своевременно. Вы можете обращаться к этим картам, но если задавать под ним вопрос кто-то другой, вы уже не обязаны отвечать. Ну, если хотите, если сильно хочется. Хотите, ответите, да. Возможно, это поможет улечить убийцу. Да, а может быть и нет. Все понятно. А может быть, да, и ты может и сам. Вот еще примечание. Если вот у вас есть сомнения касательно того, вот вы получили какой-то вопрос, да, по поводу своего секрета, ну и вы как бы не очень уверены, подходит или нет, предположите, что подходит и все равно его раскроете. То есть, ну вот надо более лояльным быть, да, менее категоричным. То есть вам задали вопрос, ну вот он близко, близко, френдли, да. Он прям близко вот к теме, значит, вы его раскрываете. А лампу можно так в лицо? Ну что, давай вот просто откуда-то. Есть еще два советика. Первый советик, это очень важно погрузиться в роль, произносить фразы своих персонажей с выражением, может быть, с акцентом. Это как бы неоскорбительно. Важно соответствовать контексту истории. И второй совет, если во время игры вам задают вопрос, да, но вы не владеете нужной информацией для ответа, да, это вообще ваша проблема. Вы должны импровизировать и ответить, как будто бы вы эту информацию знаете, как будто вы знаете ответ на этот вопрос. Ну и это может быть натолкнуть на какие-то... Понятно. Врете вы или не врете. Небольшое уточнение по поводу игры в четвером. Вообще персонажей здесь пять, вот, но при игре в четвером там есть специальная ссылочка в правилах. Мы скачиваем правила, и там написано, кто из персонажей точно не виновен. Я буду зачистить. Тут еще сначала надо введение прочитать. Сейчас, подожди, я расскажу. А, да? Тут пояснение прям правил. А, хорошо. Тут ход чуть-чуть по-другому идет. Окей. Нам здесь указали, что Нори, он не виновен, но после того, как каждый игрок засчитал свои, как они называются... Показания? Да, показания. Один из игроков читает отсюда про него что-то. А, да. Да, ну я буду зачитывать, короче, вот здесь, например, раунд первый, и там что-то будет, короче, да. Как будто он с нами. То есть он дает какую-то информацию, но мы знаем, что он не виновен. Вот так вот мы его положим, и мы будем знать, что он с нами мысленный. Да, и он каким-то образом относится. Да, да, все. Да? У нас вот есть текст введения «Смертельное блюдо». Сегодня в студии планировалась запись эпизодов сразу двух популярных кулинарных телепередач, на съемки которых были приглашены всемирно известные шеф-повара. Новый эпизод утреннего шоу «Вкусный старт» вела Донателло Котенна. Был посвящен самым опасным в мире ингредиентам. Специальный выпуск вечернего шоу «Монстр-шеф», ведущей которого была Виола Витсани, был посвящен памяти, подавшей больше надежд финалистке прошлого сезона Розы Фаринеллы. Финалинска прошлого сезона. Но это не персонаж, в смысле. Не персонаж. Трагически погибшей в автокатастрофе. Среди фанатов Роза имела прозвище «Розовая леди». То есть она не убийца? Нет, она умерла, потому что год назад. Ну, не год назад, но в автокатастрофе. Розовая леди. Розовая леди. Поэтому для шефов было приготовлено специальное задание. Их блюда обязательно должны были содержать элемент розового цвета. Сценаристы до последнего держали секрет от шефов, что оценивать их блюда будет не кто иной, как Алан Скотто. Алан Скотто. Это тоже не персонаж, да? Придирчивый ресторанный критик. Этот умер. Придирчивый ресторанный критик и звездный судья финала прошлогоднего сезона шоу. Однако трогательный выпуск, который должен был отдать дань памяти всеми любимой Розе Фаринелле, обернулся катастрофой. В процессе дегустации блюд Алан Скотто почувствовал внезапную слабость и уже через несколько минут был мертв. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, оцепили территорию студии и проконтролировали, чтобы никто не покинул ее. Заключение судебно-медицинского эксперта не оставило сомнений. Причиной смерти стала остановка сердца вследствие отравления токсичным веществом. Лица присутствовавших вместе с вами в студии людей выражали напряжение и тревогу. Как вы и думали, Алан Скотто был отравлен, и это сделал кто-то из вас. В момент происшествия в студии находились Виола Витсани, она ведущая шоу «Монстр-шеф». Гюнтер Брод, немецкий шеф-повар, в прошлом профессор химии. Донателло Котенна, итальянский шеф-повар, ведущая шоу «Вкусный старт». Нори Танако, японский шеф-повар-экспериментатор. Люсиен Максим, французский шеф-повар, чьи блюда известны гениальной подачей. Все, вот такое у нас введение. У нас есть химик, все понятно, кто убийца. А ты специализируешься по ингредиентам. У меня обоснованные обвинения. Я не готовлю, я ведущая. Как я могу отравить? Шеф-повар итальянский ты. Нет, Донателло. Шеф-повар итальянский, ведущая шоу «Вкусный старт». А, ну ты ведущий. Все, отстаньте, я ничего не трогал. Я просто ведущая шоу «Монстр-шеф», я вообще не повар. Вы повара, а я просто ведущая. Собственно, она и убила. Ну что, читаем про себя? Я не знаю, я, наверное, для большего погружения зрителям покажу свою билу. Информация о Гюнтере Бротте. Сейчас повар из Германии. Хорошо. Конечно. Хорошо. Продолжение следует... 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 то что случилось алану действительно ужасно он был непростым человеком но он точно не заслужил этого на монстр шефе мне дали задание приготовить десерт я планировала удивить она нежнейшим муссом из мартаделлы самый розовый из итальянских колбас и защитил улику номер пять рецепт какой-то нулевой курс сашими по-итальянски подача сносная идея сомнительное исполнение вкус это блюдо или набор ингредиентов 1 курс ризотто с икрой из розы подача ризотто как оригинально вкус немного кисло но в целом пойдет второй курс филе миньон под соусом из розового перца подача яркие цвета по виду больше похоже на тарелку с пирожным вкус ничего а со десерт мусс из мартаделлы подача вкус и все он мой он мой десерт даже не попробовал это явно не это его записи может быть как раз попробовал и что-то в эту же секунду ничего а со он вырубился после десерта из розового перца ему может быть стало плохо именно на твоем блюде так оно было следующим он нашли позвать и почувствовал что стало плохо он его даже не попробовал может быть он не стал записать он не успел записать выскочка послушай женщину что люсиен опять будешь ныть давай подожди а еще не все прошу прощения фрейд несмотря на внешний хладнокровие море wars новость об участие алана все-таки его выбила из колеи он верит что его кулинарные инновации гениальны а алан считал их напрасной трата продуктов и не стеснялся об этом говорить мамами алан был уверен что хороший шеф-повар всегда стремится передать аутентичность продуктов но с нори они кажется расходились у меня нет предположение что алан скотт отравился именно моим блюдом возмутительны твои на но 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 я выбрал выбирал лучшие филе миньон приготовил его из при низких температурах заправил нежным соусом из розового перца и плане не малейшего шанса отравиться недостаточная термическая обработка достаточно достаточно я делал все правильное идеально подобрал всегда больше следишь за формой чем содержание важно это глаз радоваться должен когда ты смотришь на блюдо корону лягушку ты сможешь тоже ваши шутки неотесанная а я но она такая не тесаная грубьянка с русским акцентом русифицированная это русифицированная Виолетта Вициани настоящий вампир телевидения ооо ну что вы я мне ведь заметил совсем не обидно не важно что говорят главное чтобы говорили я грузовик переехал формат монстр шефа не предлагает неожиданных гостей и о таких вещах нужно сообщать раньше чем за один день но все все в наших кругах знают что Виолетта не играет по правилам у нее точно был какой-то умысел думаю она хотела чтобы мы пересорились на камеру и тем самым поднять рейтинги этому шоу это все неправда у этой женщины Дешевые трюки нет ничего святого это все неважно если бы я сказала вам что он будет вы бы не пришли но это ведь неправильно это ведь не честно по отношению к зрителям если бы вы не пришли ваши поклонники бы расстроились ты знала что он придет да ну я его пригласила а вам не сказала для того чтобы вы не расстраивались перед передачей для того чтобы Вы вот с душой приготовили блюдо в честь несчастной розы. Девочка умерла, а вы тут? Признаюсь, когда я узнал, что Алан Скотт, именно тот самый Алан Скотт, будет оценивать наше блюдо, я несколько растерялся. Но я принял этот вызов как настоящий профессионал. Вот. Не то, что этот нытик Люсьен, как обычно, начал причитать на тюрлих. Конечно, лицензии Скотта изрядно подпортили ему жизнь, я все понимаю, но сколько можно ныть? Только можно строить из себя жертву. Алан Скотт лежит перед нами мертвый, а ты все ноешь и ноешь. Первый курс всегда получают лучшего шеф-повару, поэтому он достался мне. Я решил приготовить свое коронное ризотто из розы. На этот раз Скотт потерял бы дар речи. Вот он и потерял дар речи. Курс, я так понимаю, это вот когда они выносят у блюда. Это очередь, скорее всего. Тот, кто пришел, нулевой курс, это первый курс, второй курс. То есть у нас вот три, получается, повара. Это у нас, соответственно, дюнтер. Четыре повара, я тоже повар. Я хоть и ведущий, но тоже повар. Ну вот это твое блюдо. Ну типа вынос. Да, я поняла. Вот это твое блюдо, вот это твое блюдо. Да, мое даже не попробовал. Нулевой курс, значит, нори. Нори нулевой, но мы же знаем, что он не виновен. А если там? Теперь смотрите, вы все прочитали, теперь я читаю за нори. Ну, потому что там важная информация. Суши, сашими, таджики на Ямахе. Меня зовут... Таджики на Ямахе. Браво! Браво! Меня зовут Нори. Я шеф-повар из Японии. И специализируюсь на фьюжн-кухне. У меня немецкий аукциент. 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 Ты думаешь, вот именно вот так вот мы говорим, да? В Германии. Да. У меня немецкий Toyota. Все произошло очень быстро. Понятно. Сначала Скотто пожаловался на странный привкус во рту. После начал тяжело дышать. И в следующее мгновение уже лежал на полу. Это случилось после дегустации блюда Люсиена. Мне хотел бы я сейчас быть на месте француза. Для вечернего шоу я решил приготовить сашими по-итальянски. Моцареллу из молока буйвола я замочил в экстракте томата черри. Сочетание белого и красного дало мне желаемый розовый цвет. Как всегда, Скотто раскритиковал мое блюдо, толком не попробовав его. И все же я не был главным объектом его критики. Этой честью удостоверился Гюнтер. Конечно, Гюнтер не прыгал от радости, когда Скотто умер. Но и расстроенным он не выглядел. У них были какие-то разногласия. То есть, японец нам сообщил о том, что твое блюдо он раскритивал больше всего. Блюдо японца даже не попробовал. Блюдо твое он раскритивал больше всего. Но вот после вот этого блюда он помер. Мое даже не попробовал. Мое он любил. Что ты скажешь? Может быть, какой-то секретный ингредиентик в твоем блюде имеется, а? Люсьена. Постойте, давайте не будем ссориться. Умер человек. Нам важно выяснить и разобраться. А не ссориться. Подожди, пусть он ответит на вопрос. Ему задали вопрос. Про секретные ингредиенты. Ни таких секретных ингредиентов в моем блюде не было. Все было точно по рецепту. А что за такие яркие цвета необычные? Как это яркие цвета? Это рыба или что? Заправка нежным соусом из розового перца. Ты не понимаешь красоту блюда. Иди работай химиком. А что вы знаете? Повар. Подача. Кто тебя мог вообще назначить поваром? Вот это вот богомерзкие вот эти вот ваши цвета. Фиолетовуры, оранжевые, несъедобные. А ты ничего не понимаешь в цветах. А сам розу положил в блюдо. Икру из розы. Икру из розы. Кто ест розы, ей нужно восхищать. А ты что? А я что? А ты что? Рыжая стерва, ты думаешь что? Если твоё блюдо ещё не успели попробовать, то ты тут ни при чём? Да. А что тебе мешало подсыпать яд в любое другое блюдо? Так я у себя на кухне, наверное, сидел, а я ничего не трогал. Морта Делла. А что это вообще Морта Делла? Это розовая итальянская колбаса. Созвучно со смертью. Да. Такая колбаса. Морта Делла. Самая розовая из итальянской колбасы. Может быть ты что-то туда положил? Какой-то необычный ингредиент? Да, потому он его раскритиковал. А как ты отреагировал на столь негативную критику в твой адрес? Я уважал Скотта, хоть он меня и недооценивал. Мои успехи говорят сами за себя и подтверждают, что он ошибался насчёт меня. То есть ты был не согласен с его выводом? Естественно. Очевидно, что все повара были недовольны приходом Аллана. И что мы будем с этим делать? То есть я пригласила уважаемого человека на передачу. Я уважаю ваш вызов. Это вызов для меня. Потому что... Что за прикол делать такие сюрпризы? У нас в Риме такое не принято. На спинернарном шоу, кстати, или Дом-2? Я знала, что приглашение Аллана Скотта вызовет такой диссонанс и вам будет неприятно. Но тем не менее... Зачем? Его приход был важен для телеканала. Все ради хайпа. Для меня, как для телеведущей. Все ради хайпа. Для наших зрителей. За деньги, да? Это все было важно. Это было важно для всех. Чтобы продвинуть рейтинги этой программы. Зрители ждут его. Подождите, а почему ты не защищаешь? Биолог, конечно, настоящий профессионал, но свое прозвище «Вампир в юбке» получила не зря. Согласна. У вас что-то есть? Сильная женщина. Боже, вы что? Что? Как вы могли подумать об этом вообще? Это недопустимые мысли. Вы так друг друга защищаете? Это просто здравый смысл. Логика. Если ты ей не обделена, и твоя рыжая башка не имеет никакого представления о том, что такое логика, и думать, это не значит, что у нас что-то случилось с этим бородатом-поваром. Он просто показывал мне рецепт. Свою бороду. Показывали друг другу ваши секретные ингредиентики. Я немного... Да, сфантастиш. Волосики на разных частях тебя осматривали. Ну, Люсиен, он просто иногда... Нытик. Он немножечко показал мне секреты своего крема для десертов. Ах, секреты крема. Теперь это так называется? Мужчина, это все сейчас совершенно не важно. Я предлагаю двигаться дальше. Эти пустые обвинения ни к чему нас не приведут. Ну, я согласна. А то это мыбра тут сейчас еще наговорит. Раз уж уже пошло на самое святое, на волосы критика, так все уже. Знаешь что? Это все совершенно не важно. Ой, ты просто мне завидуешь. Умер человек, и нам важно выяснить, кто его убил. Ты просто мне завидуешь. Так и признаешь, что я более лучшая ведущая шинка. Чем там завидовать? У меня рейтинги больше, чем у тебя. У тебя кроме ляшек ничего больше у меня не может быть. Ой, не завидуй. Прощай. Это называется аристократическая стройность. Ага. Это анорексия называется в нормальных кругах. Я под ногой перед тебя. Давай, давайте. Все готовы? Да. А то мы тут долго будем насыпать друг на друга говно. Этим утром, мамами, мы снимали эпизод моего личного лучшего шоу «Вкусный старт». Я не могла упустить возможность пригласить именитых участников вечернего Монтер Шефа. Хоть некоторые из них и не заслуживают своей славы. Розовая икра Гюнтера была рецептом розы. Есть большая разница между данью уважения и плагиатом. Откуда вы вообще узнали, как готовить это блюдо? Алан часто упоминал, что хотел однажды вести собственную передачу. И в последнее время о нем в студии говорили все чаще и чаще. Виоле, походу, это не очень понравилось. Наверное, она считала, что Скотта хочет занять ее место и была готова сделать все, чтобы этого не допустить. Опять продала душу дьяволу. И специально пригласила его, для того, чтобы убрать и свернуть все на нас. На простых поваров, которые ни в чем не виноваты. Давай. Если среди нас и есть эксперт по токсинам, то это определенно профессор Гюнтер Брод. Гутер Брод. Утром он приготовил блюдо ямайской кухни. Аки с рыбой. Это экзотический фрукт, ядовит в незрелом виде. Конечно, Гюнтер не мог не прочитать нам лекцию о процессе сферификации. После оглашения новости об участии Скотта в шоу, с лица Нори сошла его смиренная улыбка. Это японец. Очевидно, за его показным благодушием скрывается презрение ко всем. Этим утром он попросил себе отдельную кухню. Чтобы приготовить свою рыбу-фугу, интересно, зачем? Изучите улыбу номер три. Ну, это типа сейчас, о, это сейчас типа наезд на Нори, но мы-то знаем, что не виноват. Смотрите, студия А, там проводилась моя передача Monster Chef, специальный выпуск. Студия Б, вкусный старт, самые опасные инвененты. Наоборот, вечером должны были, после моей передачи. С утра. Ты же говорила уже, курица запуталась в показаниях. Ты же говорила, что мои гости вечером придут к тебе на передачу. Этим утром мы снимали эпизод моего шоу «Вкусный старт». А, тут же даже крестик. А потом ты пришла и перемони во всех нормальных гостей из моего шоу. Передача «Вкусный старт» снималась с 10 до 12 утра. Monster Chef снимался с 21 до 23. Здесь была дополнительная кухня студии А, то есть Monster Chef. Скорее всего, нет, студия А. А, Monster Chef, я же говорю. Это, скорее всего, Нори, он же попросил себе дополнительную кухню. А здесь дополнительная студия Б, это вот там, где опасный ингредиент. Также между ними есть кладовая и еще какая-то переходная комната, коридор. Что, склад какой-нибудь? Кладовая. Ну, тут коридор, переход к кухне, наверное. Да, из одной кухни в другую можно попасть. Да. Так, хорошо. Гентор, расскажи нам. Рецепт роз и ризотто с икрой из розы требуют скрипулезнейшей подготовки, которую способен только... Кто? Кто? Настоящий шеф-повар! Может быть, роза... Из специального экстракта розы в начале вечера я сделал икру с помощью сферификатора. Разумеется, я тщательно его очистил после утреннего мастер-класса. Полагаю, мои неравнодушные коллеги сговорились. Единственной свободной кухни, на которой я мог произвести подготовку к вечерним съемкам, осталась та, где Нори с утра очистил рыбу. Тошнотворный запах все еще стоял в воздухе. Улика номер два. Сферификатор, вот, пожалуйста. А, когда сферы делают. В наших руках ходили слухи, что Скотта планировал стать ведущим собственного шоу. Даже сегодня он так старался затмить Виолу, что почти выбил ее из себя. Ну, это убитый. Тут следы розового, а тут зеленого, что это или просто свет так падает. Я думал, свет так падает. Ну, розовый цвет, это... Это основная штучка, это в честь нее. Ну, у нас же... Ты спер у нее рецепт! Алло! Ну, у нас же идет речь о том, что он не помыл сферификатор после утра, и там остались... Хочется знать об этом больше, да? Ты точно помыл сферификатор? Роза была взбалмошной, дерзкой и позволяла себе грубить старшим и более опытным. Когда я уволил ее из своего ресторана, она забыла там блокнот со своими рецептами. Это была компенсация за время, потраченное на нее. Это низко. Это низко. Ты мог бы позвонить и вернуть ей... Друг моему не знаю. А никто не хочет узнать, что там за конфликт был у Скотта с Виолой. Чем это он почти вывел тебя из себя? Сейчас она прочитает еще свои показания. Да. Это, я так понимаю, уже тайна его узнает. Знаете, я не хочу быть, конечно, предвзятой к некоторым личностям, но по студии уже несколько дней ходили слухи, что Донателла собиралась записать специальный выпуск. Забавно, что в качестве темы эпизода она выбрала именно самые опасные ингредиенты. Вы думаете, это совпадение? Это все запланировано, это все продумано. Она подлая и хитрая. Вообще, Алана Скотта боялись в первую очередь из-за его стиля работы. Да, он был своеобразен. Он приходил в рестораны и перевоплощался просто до неузнаваемости. Из-за чего повара и владельцы ресторанов не могли быстро сориентироваться. И не могли к нему подлизаться. Таким образом, он выдавал честные оценки. Он был мастером перевоплощения. Алан был профессионалом. Он говорил, что это прекрасный способ избежать глаз папарацци в заведении. И подобных тому, что имел Люсьен. Люсьен, он очень харизматичный мужчина. И я уверена, что перевоплощение, это тоже ему удалить бы легко. Потому что он очень интересный. Очень интересный. Сейчас на конце узнаем, что это не он. Творческий? Я тоже об этом подумала, что типа умер, типа не Аллан. Вот. Вы хотели узнать по поводу шоу Скотта? Чем он вывел тебя из себя? Да. Знаете, это, конечно, не ваше собачье дело. Но раз уж мы тут собрались говорить честно, очевидно, что Скотта метил на мое место ведущего. Да, монстр шефа. И именно поэтому сценаристы пригласили его сегодня. Но понимаете, за свою работу он попросил очень скромные деньги. И я все же уверена в себе до такой степени, чтобы знать, что они бы не уволили меня. Так что я не переживала по этому поводу. Вы можете отбросить свои вот эти вот дешевые подозрения. Скромные деньги попросил. Скромные. 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 Так наоборот бы его... Почему бы тебя не уволить тогда, раз он обходится дешевле? Потому что я очень ценна для этого шоу. Потому что я харизматичная, незаменимая ведущая. После сегодняшнего случая очень сомневаюсь. Так что вы свои дешевые свои подозрения оставьте при себе. Меня не уволили бы, потому что я более ценный кадр. Вечером узнаем. Посмотрим. Так, ну давайте про Нори прочитаем. Утром Данателло испекла кекс из муки маниока, ядовитого корнеплода, который в большом количестве может вызвать сильнейшее отравление. Вечером перед шоу она хотела произвести впечатление на Скотта и пыталась уговорить его попробовать кусок этого кекса. Он отказался. Алан умер во время дегустации филе миньон Люсьена. Скорее всего, всему виной его безалаберность. Я видел, как Люсьен возился с мясом ядовитой жабы этим утром. Очевидно, он готовил ее впервые и понятия не имел, как это сделать правильно. Люсьен профессионал. Все ради красоты. Я попросил отдельную кухню, потому что мне надо было тщательно сосредоточиться. Я тщательно все за собой убрал, сложив опасные части рыбы в специальный мешок и выбросив их в мусор. Изучите улику номер один. Часы вывоза мусора. Внимание! Пожалуйста, попросите уборщика в студии регулярно выносить мусор и оставлять пакет на свалке во внутреннем дворе к указанному времени. Съемочная группа. Часы вывоза мусора 3 и 12. Ну, то есть, мы можем верить море по причине того, что в 3 мусор после шоу, которое было снято в 12, однозначно был выброшен. Так, после того, как шоу закончилось, прошло 3 часа. За эти 3 часа кто-то спокойно мог взять часть ядовитой рыбы и подложить их куда-то еще. Само собой. И в 12 после Монстр Шефа. Но это уже все совершенно не важно. Нам бы... Так что там с ядовитой жабой, Люсьен? Ты действительно первый раз ее готовил? Я разделал и очистил жабу в соответствии с инструкцией, которую нашел в интернете. С ней все было в порядке. На сайте все объяснялось достаточно подробно. Чтобы овладеть искусством приготовления жабы. Он творческая личность. Он в последний момент сориентировался и придумал шедевр. Диплом ты тоже в интернете скачал? Он любил мои блюда, я не хотел этого делать. Очень опрометчиво. Хм, интересно. Не знаю, о чем вы там думаете, но мне кажется, что эта информация мало для того, чтобы делать какие-то выводы. Это все разборки, личностные разборки, которые не имеют никакого отношения к происходящему. Мы узнали про Донателлу. Ничего. Мы узнали про Донателлу. То, что она, ну, она однозначно не просто так. Перед записью нашего шоу, куда придет Скотт, скорее всего, она догадывалась о том, что он придет. Она не зря вперед поставила свое шоу с ядовитыми ингредиентами. Она явно догадывалась. Откуда ядовитые ингредиенты? Из магазина? Я не знаю, откуда поставляют нам ингредиенты. Что за рецепт с ядовитыми ингредиентами? Поставщиков. Так вы все, мы все работали с ядовитыми ингредиентами. Что ты готов? Он с рыбой фугу. Он с этим, мы все работали с ядовитыми ингредиентами. В этом прикол шоу моего в том, что все работают с ядовитыми ингредиентами. Это так. Разве я виновата, что все вокруг желали Аллу на смерти? Я лишь хотел снять особенный эпизод, который был бы достоин трансляции в прайм-тайм. А в итоге испортило шоу мне. Мы должны ли почтить память Бедной Розы? Так при чем здесь мое шоу? Мое шоу было с утра. Да, там были... Ты все продумала. Да, там были опасные ингредиенты. И что? Клуша дедрец. В результате моего шоу никто не умер, в отличие от твоего шоу. Потому что твое шоу было предлогом для того, чтобы испортить мое. Ты завидуешь мне, так и хочешь переманить моих гостей к себе в шоу. Как мое шоу повлияло на твое, я не понимаю. А потом после, потом после моего, переманило бы. Теперь шоу Биолы закроют. Я просто хотела произвести впечатление на него. Произвела? Ну как бы, он же посмотрел на мое шоу, ему понравилось. И умер. Классно. Так умер-то на твоем шоу. Да то, что он на моем шоу, это ни о чем не говорит. Я его, что ли, убила? Так ты, скорее всего, и убила, чтобы он ведущим не стал. Он мне не конкурент. Ну да, конечно, только зарплату ему платить меньше, в отличие от тебя. Да это все не важно. Это все не важно. Такой женщине можно немного поплатить, извините меня, за профессионализм. Кое-кто уже жизнью поплатился. Своим бы гонором у нас в Риме в Колизее выступать. Клоуном. Я вообще смерть не переношу. Вы знаете, как тяжело я пережила смерть бедной Розы? Ага. Знаете, как я страдала по ней? И вы думаете, что я на почве страданий, спустя год, в новом сезоне, решила еще одну смерть. Шарахнуть еще одну, потому что привыкнет к смертьям. По-вашему, мне нравятся страдания? Привыкнет? Ой. Клуша деревенская сидит. Никакой страдал больше, чем я по смерти бедной Розы? Не поняла. Моя бывшая девушка. Я же говорила, что у них что-то есть. Я говорила. Гюнтер. Ой. Где твоя немецкая проницательность? Какие-то ухаживания для меня это ничего не значит. Ничего не значит для меня эти ухаживания. Это не серьезные отношения. То, что я ему нравлюсь, это не мои проблемы. Он, знаете ли. Вот оно что. Подождите. Ты устранила его девушку? Да. Я ей что, тормоза обрезала по-вашему? Вы вообще думаете, что вы говорите? Гюнтер. Умный, взрослый человек. Выглядит серьезным. Как вы думаете, бы я ее убила? Подозрительно. Потрите бороду и подумайте еще раз. Я не принимаю ваши подозрения. То есть, она устраняет конкурентку. Там шуры-муры. Она устраняет конкурентку. Да между нами ничего нет. Нет, но ты этого хочешь. Вот. Не скрыть. Подкатывай. Ваши вот эти ляськи-масяськи, как говорят у нас в Германии. Устраивает на почве того, этого, ее смерти шоу, чтобы самой продвинуться. Потом она узнает о том, что тут на ее место, оказывается, метят. Тут все, к чему она пришла. Вот этот весь замок, который рушится. Приглашает этого, как его, Скотта туда, критика. Приглашает. Договаривается с вот этим вот, своим возлюбленным. Говорит, ты у нас будешь в шоу победителем. Мы тебе всем все пропихнем, туда-сюда. Он ворует у него рыбу-фугу. Но, 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 но. И фигачит его. Это очень плохая. Потому что после твоего блюда он умер. Но. А если это просто на весьмащий яд? Но. Яд не действует настолько быстро. Откуда ты знаешь, умник? Это вот к нему. Гюнтер, вы знаете, как действует яд? Мы все работаем с ядами. Это работает не так быстро. Кто, кто-то работает с ядами по интернету. Какой-то из этих блюд. Я, конечно, знаю, но патологом она там вам бы рассказал больше. Знаете что? Просмотры шоу, это все, конечно, здорово. Рейтинги. Да, я вампир в юбке. Но я ни за что в жизни не пошла бы на убийство в прямом эфире ради просмотров. И я уважала Розу до такой степени, чтобы не встречаться с ее бывшим мужчиной. Я уважала ее. И изложение... Как Скотта отзывался о Розе? Кто-нибудь знает? Не знаю. Ну, пока еще не было такой информации. Тут же отношение Скотта к нам, а не к ней. Нет, возможно, это... Не могу говорить за Скотта, но я про себя знаю. То, что я очень уважала Розу. И я ценила ее кулинарный талант. Ну, хорошо, хорошо. Ну, да. А все остальное я вообще считаю, что... Настоящая дружба была у нас с ней. И что? Я яичницу-то ей жарила? Какая дружба? Что вас может объединять вообще? Этот... Сосисочки. Этот невинный цветок. Юное дарование. И ты со своим ковшом. Фу. Стыдно. Чему ты могла ее научить? Чему ты могла ее научить? Барбекю. Барбекю. Барбекю это в невыше. Которую научил мой отец. Я не повар, и то знаю, что можно отнести к высшей кулинарии, что имеет место быть. И твои колбаски. Ты по сказке. А почему мы к ней относимся? К немке, она же итальянка. Она итальянка, да. И делепи макароны свои. Нет, она итальянка, но она такая, типа... Хабалка. Хабалка деревенская. Деревенская такая. Клуша деревенская. А я знала, когда говорила так о тебе. Я чувствую. Я людей вижу насквозь. Вот эти тонкие материи. Люди тысячу поколовейней. Ага. Ага. Макаронов нажралась. Ты хоть знаешь, как мощное влияет на организм? Еще она говорит мне о моей худобе. Короче, она из провинции. Которая деревенская? Отец водителем грузовика работает. Ну, он зашибись. А ты скоро будешь поломойкой работать после таких вещей. В тюрьме. Вообще-то мое шоу прошло без запиночек. Без ничего прошло. Без запиночка. А твое шоу провалилось с треском, и теперь ты полетишь на улицу. Будешь там попой торговать. Я найду себя. Рыза. Не переживай. Тьфу, я не сомневаюсь. Такие, как ты, нужны. На сайтах там всяких онли-фансах. О, слушай, нифига, это пророк Филипп. Прям. Ну что? Подожди. Подожди. Играет музыка. во время съемок какого там утреннего вкусного старта мы конечно все пробовали блюда приготовленные друг другом но вот есть рыбу фугу нори я отказался потому что как вы знаете у нас в италии для приготовления нужно получить лицензию зная халатность нори нори халатность зная нори вряд ли он озаботился получением каких-то там лицензий поэтому рыбу фугу я есть отказался если что так ты из германии италия мы у нас шоу в италии если что напоминаю эти события улика 7 свободная энциклопедия тетра до токсин нейрополитический яд содержащийся в кишечнике рыбы фугу симптомы отравления слабость онемение неба рвота диарея паралич конвульсии остановка сердца наступление смерти может занимать от 20 минут до 8 часов зависимости от количества яда попавшего в организм от 20 минут до 8 часов меры предосторожности использование рыбы фугу в кулинарии строго контролируется утилизация опасных отходов производится в соответствии с определенным регламентом установленным законом но это еще не все по поводу нашей дорогой ржеволосый фрейлин я заметил что она весь день липла к алану ее недвусмысленное отношение к критику было очевидно всем дорогая скотт уже не отвечал ей взаимностью более того он откровенно избегал ее между прочим я хотела бы подтвердить слова дюнтера потому что человек между прочим однозначно внимательный и однозначно умеет думать да все таки помогло потереть усы подергать потому что я между прочим целиком и полностью уверена что у донателлы отсутствует чувство собственного достоинства было очевидно что скотта ее ни во что не ставил но она все равно за ним таскалась и учитывая как за плохо и неприятно для тебя закончились ваши отношения есть огромная вероятность да я даже почти уверена что донателла хотела отомстить скотта за это отвергнутая женщина способная на многое что же ты не рассказала нам о ваших отношениях расскажи поподробнее а вообще знаете вот если возвращаться к нашей погибшей розе она мечтала о стремительном карьерном росте как у гюнтера чей ресторан получил звезду от известного кулинарного журнала всего через год после открытия скотта ну как ни странно не считал эту звезду заслуженной в одном из своих обзоров он предложил что гюнтер нее просто-напросто купил ну было дело да он меня подозревал это не так по поводу внимания к скотту ну это прям тайна конечно я была рада увидеть алана его милую бородку спустя столько времени наши отношения закончились плохо он некрасиво со мной обошелся но это не значит что я не люблю его и так эти я была единственная кто заботилась о розе когда-то еще не была известной я заметил ее талант и организовал ее встречу с люсьеном который на тот момент был моим близким другом и и дела пошли в гору и примерно в то же время она сменила фамилию знак начала нового этапа жизни изучите улику номер 6 а вот электронное письмо кому донателла котенна тема новости от розы привет друг ты не поверишь люсьен пригласил меня работать в его ресторан максим разве это не здорово как мало нужно для счастья я обязана сказать тебе спасибо благодаря твоему появлению в моей жизни я наконец поняла истинное значение слова семья нет это не моя мама которая лежит какого с тех пор как ушел отец и не сестра для которой я всегда недостаточно хороша и уж точно не то недоразумение что зовется моим отцом не могу поверить что когда-то носила его фамилию моя настоящая семья это ты в начале письма я назвала тебя другом но на самом деле ты моя сестра крепко обнимаю роза мы с ней подруги были очень хорошие и она мне все рассказывал и я ее устроила ключи и у розы и люсьена закрутились отношения чему я была очень рада кажется роза вдохновляла люсьена и его ресторан процветал в тот период когда они были вместе мы втроем хорошо ладили к сожалению люсьен в итоге все испортил и я не могла с ним больше общаться к моменту когда роза вернулась в италию она уже набралась опыта но потом она повстречала море чьи философствование и бредовые эксперименты сбили и с толку больше чем помогли и если алан и был к ней строк то в этом была определенная вина море но он у него очень экспериментальная и такая кухня нужен да и все относятся к нему очень подозрительно он там всякую дичь творит короче люсьен право выискочите же по этому поводу после финала прошедшего сезона виола не хотела видеть скотта в своем шоу но почему бы не переступить через собственные принципы если на кону деньги и рейтинги да кто знает на что еще эта женщина была готова пойти ради своих целей скотта всегда был недоволен гюнтером особенно после открытия им ресторана в риме на самом деле это удивительно как ему удалось так быстро открыть ресторан в центре города не думаю что он справился бы не используя связи но честно сказать 5 за свое мне нужно было открыть ресторан в сжатые сроки я подергал за кое-какие ниточки у меня все получилось конечно другие шеф-повара мне завидуют звезду я не покупал скажем так сумел договориться у тебя все как говорят у нас в германии вась вась знаете что давайте нори зачитаем и продолжим тогда потому что это нужно делать до обсуждения там прямо в правилах я считаю что виола вица они велась себе недостойно финал прошлого сезона монстр шефа был настоящим унижением для розы а теперь скотта пригласили сняться в эпизоде посвященный ее памяти соль на рану в тот раз виола и скотта разругались в пух и прах как ей вообще пришло в голову позвать его снова смешно что у люсьена позвали на сегодняшние съемки и еще более странно что он сам согласился прийти после того как роза покинула его ресторан его дела пошли скверно даже скотта отмени отметил это совпадение знаете что твой ресторан только на розе держался да и ты решил по всему как и твой ты старый рецепт а за что ты уволил не можешь рассказать выскочка то есть ты увидел в ней конкурент нет это очень все подозрительно если роза была отменным поваром и имела огромный талант то и гюнтер и сьен могли отомстить скотту за то что он плохо обращался с бедной девочкой один унизил ее другой уволил из ресторана украл ее рецепты дерзила и грубила а блокнот она просто забыла выбор и оправдывается она забыла свой блокнот это компенсация за время все равно воровство забытые вещи это воровство да ты был обязан их вернуть даже в моей деревне об этом знаю лишь блокнот с какие-то писанинами важными записями для повара для тебя конечно это будет простой писаниной так если это была какая-то писанина что что это писанину прямо сегодня приготовил а компенсация даже не знаю хотелось бы узнать подробнее может быть гюнтер тем самым выразил свое почтение память бедной розе тем что приготовил ее блюдо а вы на него нападаете финале прошлого сезона вы разругались по какому поводу с критиком да мы в том году действительно серьезно поссорили со скотта я не буду этого отрицать роза была самой талантливой из участников но скотта просто по-свински весь сезон принижал ее и не знал в этом границ я считаю что такое недопустимое поведение просто не должно присутствовать среди интеллигентных умных людей каким бы он не был профессионалом каким он не был мастером перевоплощения хорошим критиком никакой человек не заслуживает принижение своих навыков то есть по-твоему пригласить человека который унижал розу в честь ее память это нормально услышите меня ее пригласила не я а сценаристы шоу я его не приглашал да я его не приглашала я вам об этом говорила уже вы меня не слушаете никто не заслуживает плохого отношения от критиков не люсиен не гюнтер не даже ты донателло и тем более уж роза это было просто недопустимо слова юли вы все профессионалы и каждый на своем уровне достоин уважения а поведение скотта было просто недопустимым я не знаю как мы вообще могли такое терпеть бедная роза чего она терпелась перед смертью просто недопустимым я снова начинаю волноваться по этому поводу бедная девочка может поподробнее про донателлу нам расскажешь как она работала в твоем ресторане справлялась не работала в моем ресторане как же люсиен нет роза 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 ради работу роза была прекрасным цветком она замечательно справлялась в моем ресторане а почему она ушла ты не расскажешь что между вами кошка хотя роза была тем еще редким цветком который встретишь лишь раз в жизни а я поменял ее на официантку конечно она решила уйти и скотта начал распространять слухи о том что за гением ресторана максим стояла роза но это были всего лишь слухи это разумеется было неправда конечно правда без нее твой ресторан начал загибаться мой ресторан был и до нее скотта испортил тебе репутацию и решил отомстить репутацию мне испортил и ты убил его он и зачем мы тут все есть месть у тебя был мотив прожить скотта какой-то странный но он розыгнобит в течение всего шоу теперь он потому что тот выгнал ее из ресторана он распускает о нем слухи то что он был не тайно влюблен поэтому он и требовал от нее больше шума на давайте да давайте потому что пока вообще ничего не поняла четвертый раунж у кого звездочка что делает первый говорит ладно там просто вы когда филипп читал про сертификацию ты сказал это очень важно я поясню так и не поясню про сертификацию сферификатор не сертификацию потому что он сказал что должен быть сертификат на фуге вот на фугу с определенная да ну да ну ладно но сферификатор здесь лежит как важная улика не забывайте фуге 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 во время записи монстр шефа я заметил что сферификатор гюнтера был в моей корзине с утварью и от него пахло рыбой в тот момент я обрадовался что моего конкурента неприятности но теперь проблемы из-за чертового сферификатора могут быть и у меня а а сферификатор пах рыбой пах рыбой это исключено раствор для сфер был приготовлен из розы розы люсьен должно быть почувствовал вонь от утренней стрепни нори мы не могли выветрить ее весь день вообразить не могу что было бы если бы у нас не было отдельной кухни нет удивительно давай давай по поводу сферификатора у меня еще не все а у Никиты тоже не все а окей какое совпадение наш безупречный профессор брод потерял в своей драгоценности сферификатор слишком много случайностей для одного дня не находите а может быть расскажешь почему перед записью вечернего шоу ты ни с того ни сего помрачнела в чем то так задумалась почти ни с кем не говорила отвечала на все вопросы односложно кажется тебя что-то сдерживало я сдерживала я думала о своем блюде получается первая часть текста бесчерточки она объединена между всеми это одна тема для обсуждения мы должны сначала ее прообсуждать а потом уже вторую часть текста а так мы одновременно читаем и мы путаемся потому что мы все одновременно типа наверное одну часть надо каждый прочитал а потом вторую раз уж мы заговорили за нори мне известно что он тоже имел некоторые разногласия со Скотто их пути что немаловажно пересекались когда нори приехал в италию уж не знаю что между ними произошло если честно не хочу в это влезть но он пострадал от встречи с критиком так же как и все остальные нори это нам намекает на то что нори тоже причем мог быть причастным к убийцам причем 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 это что что-то на немецком переведите донателло 45 мне нужно кое чем тебя попросить дона что за просьба ах ты крыса помоечная просто честно скажи что это была крыса что что ты хотел с тобой попросить что-то мы с Аланом заговорили встретиться во внутреннем дворе телестудия в память о былой дружбе я попросил его дать мне выиграть в этом выпуске это стало бы хорошим толчком для моей карьеры ну да признаю ну-ка вот только он лишь рассмеялся мне в лицо и сказал что ко мне он будет особенно строг и вы еще говорите что-то по поводу моей карьеры ты можешь говорить все что угодно мы не обязаны тебе верить хайпожорка поэтому у тебя такие ляжки большие конечно на волне хайпа так все ради победы все ради победы все ради победы я конечно не повар но даже мне было бы обидно это все несправедливо давайте раз первое туда и а ну там против всех надо это второе то что у меня уже второе давай давай вторую у кого еще есть вторая часть не у меня все у меня к тебе был вопрос по поводу того что ты там сдерживала сдерживала ну вот это видимо записку да то есть я попросил я хотела договориться что не получилось не вышло знаете что что еще важно было бы узнать а ведь закрытием ресторана Люсьен был наказан за свою недальновидность уметь вкусно готовить недостаточно чтобы быть лучшим конечно своими отзывами скотта ему никак не помог но он просто сказал правду а что сказал тебе скотта по поводу ресторана это его закрытие в вашем представлении что скотта сказал по поводу твоего ресторана мы хотим знать это ваш вопрос скотта ничего мне не сказал плохого о закрытии его ресторана ну его отзывы не помогли тебе сохранить ресторан значит он явно что-то сказал неприятное почему закрыли ресторан в ресторане в ресторане Максим постановили произвести внезапную проверку прямо в конце лета когда все рестораны переполнены скотта заслужил свою славу скандальными отзывами и хотел он завалил просто хотел он завалил его и получить очередные признания от кого от общества от своих почитателей может твой ресторан не заслужил но ресторан заслужил чтобы общество у него пробило посещало вот еще тоже интересно есть твоя часть это моя вторая часть давай это была моя вторая часть по поводу закрытия ресторана еще что немаловажный вопрос что за разногласия что за разногласия Нори имел со скотта и как он пострадал от встречи с критиком это тебе на карточке надо посмотреть ну подожди нет здесь секретов это ты если бы Нори был бы он в этом тебе все так нет Кажется, присутствие Алланы нарушило всеобщее спокойствие. Даже Виола едва сдерживала раздражение по отношению к критику. Участие Скотта в сегодняшнем эпизоде, последнее, чего она хотела, мамма миа, по ней это было видно. 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 Что-то тебе было видно, а другим было не видно. Да я лучше съем несвежую пиццу, чем буду с тобой общаться. Колхоз, что ли, без урожая, все понятно. И вы этого человека считаете поваром. В шоу она учащая, ведущая, она даже разговаривать не умеет нормально. Это просто смешно. Цит, смолевка, под лавочку. Сама ее позвала. Итак, давай я про Нори почитаю. Роза не раз встречала в своей жизни людей, которые использовали ее талант, а затем бросали ее. Если выбирать, кто навредил Розе больше всего, это определенно был Скотта. Все понимали, что он может испортить жизнь любого из нас. Его смерть не была случайностью. Изучите улику номер 11. Переписка со мной. Роза, ты не представляешь, как плохо мне было. Скотта просто уничтожил меня. Я знала с самого начала, что мне не нужно было участвовать. Участвовать. Я жалкая. Мне не стоило верить Виоле. Хочется разрыдаться. Он ужасный, отвратительный человек, это Нори. Волк в овечьей шкуре. Я просто хочу исчезнуть. Держись. За черной полосой всегда следует белая. Короче, он ее поддерживал. Она ее поддерживала. Скотта ее прям скотинул. Да. Ну пока ничего не намекает нам о том, что... Сейчас, подожди. Да кто угодно. Но Виола готова была на что угодно, чтобы уговорить ее. Она постоянно подгоняла Розу. Виола выделяла ее. И дело, может быть, не только в ее таланте. Может, именно с ее давлением Роза в итоге и не справилась. Потому что она самородок. Это... Это ведь... Какие отношения у вас были с Розой? Почему ты пригласила ее на шоу, хотя она этого не хотела? Мое особое отношение к Розе обосновано тем, что Роза была самородком. И благодаря монстр-шефу ее чуть ли не возвели в лик святых. Но ее мягкий характер был препятствием к продвижению. Поэтому мне приходилось ее подстегивать. Да, это такая техника, это такой способ промотивировать человека, сделать ее сильнее. Чтобы она была храброй, чтобы она могла выставить пережиненными трудностями. Скотта не замечал потенциал Розы. Поэтому я была зла на него в финале того сезона. Он поступал просто неоправданно. Как я уже говорила в прошлом нашем обсуждении, никто такого отношения не заслуживает. Особенно Роза. Изучите лику номер восемь. Ночная трагедия. О! Сегодня ночью в рекламный щит на одном из шоссе города на большой скорости врезался автомобиль. По всей видимости, молодая женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением и съехала на обочину. Жертва скончалась на месте. Полиция установила, что автомобилем управляла Роза Форинелли. Известна участница шоу «Монстр-шеф». Любимица зрителей, она показала прекрасные результаты на протяжении всего сезона. Но в финале шоу безжалостный ресторанный критик Алан Скотта не позволил ей выиграть. В последнее время Роза переживала тяжелые времена. Но по иронии судьбы на рекламном щите, который врезался в автомобиль Розы, была размещена реклама нового сезона «Монстр-шефа». Ну, то есть мы не знаем, от чего она выиграла. Может быть, ее тоже отравили, видите, потому что она, ну, типа, не справилась с управлением, съехала на обочину, ей плохо стало от чего-то. Да, трагично. Это огромная трагедия для нас. Что, дальше? Ну, подожди, мотив тут... Есть у всех? Нет. Ну, смотри. Какой мотив у Гюнтера убивать именно Скотта? Потому что, насколько я понимаю, он как-то подпортил ему жизнь. Он жизнь испортил Юсиену. Он завалил его ресторан. Завалил ресторан. Ну, считай, из-за его критики его ресторан закрылся. Алиби... Фу, мотив есть? Есть. Дальше. У тебя мотив отомстить за подругу. Ты ее продвигала-продвигала. Он ее гнобил. И из-за этого, скорее всего, ты считаешь, что она попала в трагедию. И теперь тебе нужно, во-первых, и за подругу отомстить, и за... И на шоу продвинуться. Для тебя она тоже была... У тебя тоже лучшая подруга. И причина мести то, что и отношения были. И он высмеял тебя, когда попросил помочь в шоу. Да, и ты была привязана к ней, потому что у вас были какие-то близкие отношения. И за Люсьена отомстить, потому что раньше мы с ним встречались. Сейчас нет, а так, да. А так вообще, ну как бы да. И Скотта на самом деле. Понимаешь, я не... Но у меня... Я после Люсьена встречалась со Скоттом. У меня... Я люблю его. И Скотт относился к Пахманске. Да, он твой. Он бросил тебя. Я люблю его. Это все неважно. Я буду ждать его. Разъеренная женщина способна на что угодно. От любви до ненависти один шаг. А у нас с тобой что-то было? Да. Ой, я забыл. Кобель. Кобель. Ну ты да, ты такой. Кобелеватый. Тут понятно. А у Гюнтера... Как думают? Зачем мне убивать этого критика? Может быть, ему знал, что ты украл рецепт розы? И что? Про его ресторан. Про его ресторан что-то было. У вас тоже что-то с рестораном было связано. Нет, Гюнтер, он открыл срочно ресторан. Скотт помог тебе открыть ресторан в Риме? Как-то Скотт повлиял на открытие ресторана в Риме? Нет. Я сам открыл этот ресторан. Своим честным. Вы ему сам не успеваете. А, я вспомнила, господа. Ну как мы могли забыть? Скотт ведь считал, что он звезду своего ресторана купил, а не заслужил. И он его разнес во всех модных журналах по кулинарии. А, Гюнтер. Он унизил его репутацию. Он растоптал его. Постоянно упоминал об этом. У него какая-то идея фикс на этом была. Ну, то же самое, что и со мной. Но ведь ты полноценный лжец. Ты украл рецепт розы. И звезду, скорее всего, купил. Да, я не крал ее рецепты. А звезду купил? Купил звезду? Договорился. Оговорился? Договорился. Что-то звезду дали? Да. Еще один договорщик. Ага, вот он еще один договорщик. То есть, из Донателлы. Ну, и дали. Ну, короче, мотивы есть у всех. Ладно, давайте последний пятый раунд. Надо анализировать улики. Да, давай, давай, пятый раунд. И потом последний. Прямо будем сидеть анализировать. Согласен? Да. Так у нас больше всего информации будет. Мы же сейчас помним, да, что мы первую часть сначала обсуждаем. А, я первый говорю. А, давай, кстати, на, начинай читать. Ну, давай теперь читаем сейчас сперва. Ты будешь после меня, да. Ой, дорогой Гюнтер. Расскажешь нам обо всем. Подожди, это угроз? Мне зачем соревновать после тебя? Расскажешь нам обо всем. Нам не за что соревноваться. У нас не пересекаются интересы. Гюнтер, я предлагаю не ссориться. Ну, тебе придется отвечать после меня за свои действия. Хорошо. Давай. Я отвечу, мне скрывать нечего. Я чиста. Готовы? Ну что? Давай, начнем с тебя. Коварная женщина. Расскажи нам, почему, коль ты должна была сниматься только вечером, ты с раннего утра уже бегала по студии. Черт знает зачем. Вынюхивала какую-то информацию. Что ты делала утром на студии? Все совершенно просто. Поскольку Донателло пригласила на съемки моих же гостей, что немаловажно, я пришла в студию пораньше, чтобы посмотреть. Ничего такого, чистое любопытство. Или все спланировалось. Неправда. Мне было интересно, что эта рыжая курица могла придумать на шоу, почему она забрала моих гостей, чтобы они устали и плохо выложились на моем шоу, да? Только и всего, чистое любопытство не вижу, в этом ничего подозрительного. Подожди, это я просто на вопрос ответил. А, ты на вопрос ответил. Так ты же сначала первую часть обсуждал. Нет, давай первую. Тут, я так понимаю, первые все связаны, потом вторая. Мы до этого обсуждали, какие могут быть проблемы у Скотта с Гюнтером, и я знаю ответ на этот вопрос. Так как Скотта был единственным критиком, поставившим под сомнение заслуженность звезды Гюнтера. Он сказал, что ресторан в Риме ее не достоин, и скоро все поймут почему. Думаю, он знал что-то, чего не знали другие. Гюнтер что-то от нас скрывал. И Скотт был в курсе. Он хотел убить Скотта для того, чтобы его секрет не раскрыли. У него все шаткое, все как на болоте построенное, все на лжи. Поэтому я бы ему не доверяла. Да-да-да, все знают, что Гюнтер ненавидел Алана за нелестные отзывы о нем и ресторане в последний год. Своих отзывов Алана намекал, что собирался раскрыть о нем какой-то секрет. Какой секрет знал Алана тебе, а, Гюнтер? Когда мы виделись в последний раз, Скотта без конца пытался меня спровоцировать. Вместо оценки Блютон доставал меня вопросами о незаконных финансовых операциях. О-о-о! Практически угрожая мне. Серьезно, я знаю. Его влияние в ресторанном мире позволило ему выведать информацию, разглашение которой я не желал. Вот оно где-то. Ты что это было за информация? Налоги не платил. Где все за рыбой? Не хочешь нам рассказать? Большие деньги? Нет. Не знаю, какой такой. Раду больших денег можно и убить. Если Скотта так навязчиво пытался... Спирить рыбу у Нори, сделать из нее вот эти вот катышки своим вот этим, а потом подкинуть его тебе, например. Да, и подкинуть его мне и сказать, что от него пахнет рыбой, потому что это Нори. На съемках я заметил, что сферификатор был не на моем рабочем столе. Но тогда я не придавал этому значения. Надеюсь, камеры это зафиксировали. Очевидно, кто-то пытался меня подставить. О-о-о-о! Как интересно. Наверное, это был секрет. Донателла была со Скотта. Когда она познакомила нас с Розой, она была одержима критика. Когда он ее бросил, Донателла какое-то время преследовала его. А когда она узнала, что он начал встречаться с другой женщиной, у нее случилась истерика. Истеричка. Теперь понятно, почему он бросил тебя. Ты же неадекватная. Как с такой женщиной вообще можно вступать в какие-то отношения? Он одержима. Ха, сумасшедший. Я же говорю, от любви до ненависти один шаг. Признаю. Когда он меня бросил, меня ради этой пустышки, я повела себя не по-взрослому и стала следить за ним. Но это длилось всего лишь несколько месяцев. После этого мне стало легче. Потребовалось всего-то пару десятков сеансов у психолога. Всего лишь. Она могла. Она не уравновешенная. Она с легкостью могла убить на эмоциях. Это же вообще не проблема для психа. А вообще знаете, после обеденного перерыва в студии воцарился хаос. Это после ее дебильного шоу. Абсолютно неквалифицированного. Да еще и этот удушливый запах рыбы повсюду. Просто невозможно. Люсиен и Нори вернулись после полудня, чтобы закончить приготовление блюд. Кажется, я слышала, как они говорили, знаете, о скотто. Представляете? Люсиен и Нори вернулись. После полудня. Взяли мой стерификатор. Ты достал вот эти потроха ядовитые и напердячил их в серификатор. Люсиен. Кстати, Люсиен-то, между прочим, Люсиен был обычным пустословом всегда. Его блюда, они красивые снаружи, блеклые внутри. Эти блюда отлично отражают твое пустозвонство. Как только ты сталкиваешься с какими-то проблемами, всегда строишь себя жертву обстоятельств, ноешь, никогда не признаешь, что виноват сам. Поэтому ты так обижен был на скотто. Потому что после нелицеприятного отзыва и закрытия ресторана, ты был вынужден уехать в Италию на поиски работы. Работы. Дворником. Похоже, Виола всячески пыталась сорвать участие Алана в эпизоде. Кто-то из работников канала позвонил агенту Алана и предложил пересмотреть гонорар за съемку. Телекомпания узнала об этом и урегулировала ситуацию. Но они так и не выяснили, кто это сделал. А, Виола, ты можешь рассказать, звонила ли ты Скотту? Ну, знаете, это, конечно, может прозвучить немного странно, но да. Это я звонила агенту Алана. Изначально я была против участия Скотта. Мне была противна сама мысль об этом. Этот человек довел Розу. Он ее унижал. Унижал всех поваров. Он испортил конец сезона. Всем нагрубил и был просто по-свински неправ. Как я могла допустить такого человека? Он просто загробил жизнь Розы. Ну, в итоге ты с вами добилась. Он теперь ей больше ничего не... Но потом я решила, что смогу обернуть ситуацию себе на пользу. И, честно сказать, я просто... Мне было очень обидно за Розу. За то, как плохо он поступил. А до этого вы говорили, что я его пригласила. Как я такое хамло могла пригласить на свое шоу? Если он просто буквально испортил всем жизнь. Это все... Давайте по-моему почитаем. Есть? Да, 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 давай, давай, давай. Во время рекламной паузы Скотта сказал Нори. Надеюсь, ты уже не сердишься на меня за то, что я попробовал кусочек твоей Маргариты. Не знаю, что он имел в виду, но Нори покраснел от ярости. Кусочек его Маргариты. Он переспал с его девушкой, может быть, женщиной. Да. Да. У Нори... Нори... Нори мутил с Розой, а Скотта увел ее у него. Да. Ну вот тут тоже информация. Нори всегда немногословен. Но сегодня он был особенно тих и старательно избегал разговоров с Алланом. Он говорил только, когда критик его о чем-то спрашивал. Думаю, ему было непросто сдерживать ненависть по отношению к человеку, который испортил его жизнь. Ну, Нори... Подожди, Роза мутила с Нори, а Скотта с ней, типа, увел его от Нори. Да. Ее. Да. Он Нори не убивал. Ну, видишь, Роза, она Нори и жалуется. Он ее поддерживал. Да, потому что он ее поддерживал. Люсиен тоже с ней встречался. Да, правда. Потом изменился официантка, и Скотта начал и с Розой встречаться. Давайте до обсуждения Нори почитаем. И будем обсуждать. Во время записи Скотта без конца старался задеть Гюнтера. Критик сказал, что бизнесмену нечего делать на кухне среди шеф-поваров. Гюнтер парировал с улыбкой на лице. Но Скотта заставил его замолчать, сказав, радуйся, пока можешь. Очень скоро радоваться будет нечему. На что он намекал? Ну и следующее. После того, как мы вернулись с обеда, я увидел, что Лисьен ошивается у гримерки Скотта. Понятия не имею, что он там делал. Может, искал возможность отравить его? Может быть, он сказал, что он может поговорить? Все, собственно, я думаю, последнее обсуждение. Девятую улику мы так и не открыли. Значит, мы кому-то не задали вопрос. Да, это у кого-то, наверное, в этом. Либо это будет у Нори. Это у Нори. Мне кажется. А может быть, у кого-то в этих? В тайнах. Я была перед вами честна. И все, что у меня было, я все выложила. Поэтому, не знаю, мне скрывать нечего. Судя по пропавшему сферификатору, что это сделал Лисьен. Я тоже был возмущен тому, что этот сферификатор валялся около меня. Что он там делал? Может, потому что ты забыл его убрать? Я бы не забыл убрать. Я люблю все идеальное, красивое. Я бы не забыл никогда. Я перфекционист в своем деле. Но не прямо, чтобы профессионал, сертификатор, сферификатор. Вы даже термины не знаете. Как вы можете прикрепиться к блюду и... Да, там тетра-доксинатор там вот начнется. Да, тетра-доксинатор? Да, Люсьен? Какая разница? Может, просто название перепутал и жахнул. А вердикт скрывается уже после голосования нашего? Нет, мы... Сейчас, подождите. Как там файл? Сначала мы читаем вердикт. Потом у каждого будет минута для того, чтобы высказать свои... Невиновность. Свою невиновность в пользу. Да вот тут это все. Вот, вот, вот. Финальная фаза. Сначала вердикт мы читаем. Потом предоставляем факты, почему мы не причастны. Оправдываемся. Потом голосуем. Потом убийца, соответственно, по итогу голосования распределяем, кто победил. И убийца читает признание. Угу. Ну все, давай. Ну мы можем в последний раз пообсуждать улики, и уже после этого перейти к вердиктению вердикта. Да, давайте. Давайте еще раз улики. Смотрите. Мы знаем, что мусор вывезли только через 3 часа после окончания шоу, на котором... Готовились ядовитые ингредиенты. Это рыба-фуба, это ровно-токсин. У него было, это было в отдельной кухне. То есть доступ к этой кухне мог получить вообще на самом деле любой человек. Можно отсюда зайти, из этой кухни, отсюда. В общем, то есть кухни между собой связаны. И опять же через кладовую еще можно было. Смотрите, а, например, у студии Б есть выход на улицу. И тут есть выход на свал. То есть они все могли на муфе на дайте. Вот. Потом. Мы видим, как выглядит этот сферификатор. Ну это такая штука, которая делает эту пузырьки. Честно, тут сложно понять, что это как улика. Ну и играть. То ли тут цвет зеленый, то ли это яд. Не понятно, то ли помыли. Там зеленый. Нет, просто я думаю, чтобы это просто игроки понимали, что это такое вообще. Я, например, в первую жизнь не вижу. Это просто напоминание, что не надо забывать про сферификатор, потому что это очень важная улика. Да. Собственно, роза выглядела вот так. У нее огромные ногти, перчатка. Это вообще странная очень. Ну это неважно. Мы не осуждаем людей. Потом это то, в каком порядке подавали. И третьим блюдом он умер после третьего блюда. Но, учитывая, что от 20 минут до 8 часов. Скорее всего, это было либо вот это, либо сюда. Но не факт, что это именно эти люди, потому что им могли просто подкинуть. Да. Да. Дальше. Вот это. Это взаимоотношения Донателлы и Розы. Да, она, что мы с ней были очень хорошими подругами. И я устроила ее клюсьену. Да, конечно. Да, конечно. Так, дальше. Это сводка по этому. Это о том, что она погибла, не справилась с управлением. Она не справилась с управлением, съехала на обочину, жертва скачала. Ну, то, что она съехала на обочину, это не гарантирует ведь ее смерть. То есть, она тоже могла быть отравлена. То есть, она просто съехала на обочину, моментально умерла. Нет, она врезалась в щиты. Прям врезалась. Прям врезалась. Сима и Бреклана щит, на данной шоссе. На большой скорости. Есть там, да. Скорее всего, это плохо. Она успела затормозить. Скорее всего, так и было. Но зачем ее убивать? Кому? Для чего? Скотт мог ее убить? возможно хорошо это мое письмо о том что мне нужно встретиться с ним для того чтобы я попросила его о том что подыграть до мышним раньше мутили типа давай постраду он сказал о тебе и письмо как роза жалуются на то что этот скот хабло ну чё читаем вердикты потом каждый из нас рассказывает а вы да мы можем будем обосновывать почему мы типа выбрали того или иного человека как тут написано смотри каждый игрок читает свой вердикт про себя представление фактов начиная с любого игрока ваш ход у вас есть примерно одна минута чтобы привести аргументы в защиту вашего персонажа и высказать предположение о виновности других затем ход переходит следующему игроку по часовой стрелке ну и так далее поехали я готов в принципе высказаться не подожди ну мы прочитаем не мы естественно ну что ты хочешь начать я хочу начать давай я считаю что это люсьен мотив его карьеру его ресторан погубила одна всего лишь рецензия от скотта он ему пришел мстить плюс к тому же у него были отношения с розой фаринелли еще к тому же он от нори с которым они там терлись узнал что скотта еще и соблазнил нарочно для нори розу соблазнил там кусочек маргариты попробовал разъярил его друга они с нори там терлись стырили у меня с верификатор нори был не в курсе возможно даже этого ингредиентами вот этими ядовитыми обработали с верификатор и меня подставили с ним это ты убийца во первых во первых что хочу сказать я слышал сам и знал о том что там кто-то попробовал кусочек маргариты я сам вам об этом сказал мне было все равно дружище у меня были уже другие девушки у меня был официант это было неинтересно лезть во все это дело по поводу того что я уехал в италию как ты говоришь для работы я поехал в италию для поисков новых вкусов для поиска инвесторов и открытия нового бизнеса смесью в сердце не смесью у меня все было хорошо я художник я ищу новых вещей художник после отзыва скотта но появишься не кто убийца кажется что виола я хорошо обошлось к тебе но все-таки это хайп продвижение своего шоу ты просто не такой себе хайп к ее шоу сейчас очень много внимания и в будущем будет еще больше в новых проектах мне кажется она сделала это не просто так это она не родила его но она она не любила его безусловно мало кто любил его но это не значит что никто не будет с ним сотрудничать кто будет смотреть мой шоу куда она ассоциируется с такими трагичными событиями то есть это она мой сферификатор украла а почему нет из нас из всех мы хотя бы кулинар я сомневаюсь ваших кулинарных способностях ну и хотя бы что-то знаете в кого и с паломником шарахом ежели как сказать идущий по головам знаток телешоу рецепт из интернета тоже не доказывает если честно ваших способностей даже сам скотта в своих записях указал нахвалил всех кроме вас так что может быть задуматься стоит как раз таки по поводу того насколько вы профессионал своем деле мне кажется ну я во-первых про про себя смотрите мне убивать его не было смысла почему да мою подругу хорошую она погибла в катастрофе вот да это гнида ее угнетало и ну как бы это не достойного поведения хорошего человека но я знала что он будет на шоу вот и это пошло только на пользу моему шоу мне не было смысла его убивать потому что за счет него я мог могла бы продвинуть свое личное шоу у меня просто корыстный интерес мне нет смысла его убивать потому что если он умрет моё шоу точно также погибнет потому что у этой выскочки шоу то все-таки получше чем моё ну с этим не поспорить а так я произвела отличное впечатление и ему понравилась моя идея готовка из таких опасных но все прошло идеально сколько времени уже прошло с моего времени с моего шоу очень много и никто не умер все нормально а вот на ее шоу почему-то кто-то умер и я считаю что убийца это виола потому что у тебя шоу начинается только в девять часов вечера какого хрена ты в студии делала так рано и если бы у нас и конечно люсьен я тебя очень уважаю я знаю и я знаю что ты не настолько глуп чтобы отравить своим вот этим чертификатором и тут же оставить его у себя и какой прикол в этом то есть его там явно подбросили не стиль я об этом и говорил я перфекционист своего дела и мастер подставить 2 я люблю красоту я меня и его у меня всегда чистый стол да у тебя украли у тебя украли у него рыбу взяли ему подбросили а а меня она сидит обвиняет просто всю шоу потому что она меня просто ненавидит за мои рыжие волосы и они просто длиннее чем твои и теперь что хочется объяснить то что у меня к тебе какая-то неприязнь это совсем не дает мне повода убивать скотта потому что я не люблю типа что ты моя конкурентка или может быть я в чем-то тебе завидую но это совершенно не завидую мою ягодичку это все настолько я даже и не знаю просто я выслушала филиппа и в какой-то степени гюнтера и в какой-то степени действительно мне показалось что у люсьена очень много мотивов для убийства несчастной розы тут и личный мотив по отношению к ней тут и скотт закрыл ему ресторан то есть у него была прям был прямой конфликт с скоттом что нам подтверждают множественные свидетельские показания и норе они обсуждали это все возможно люсьен что-то выведывал у него по поводу рыбы потому что он ведь не профессионален в своем деле этот человек на конкурсе в интернете смотрел рецепт приготовления рыбы из опасных ингредиентов как можно было для просто не представляю я считаю что он не профессионален и у него было множество мотивов для убийства это говорит человек который буквально недавно говорил что нет 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 он профессионал но после того как я узнала множество информации о том что ты мухлевал и гуглил в интернете я прочитала мухлевал записки погибшего скотта и даже он здесь выразил информацию о том что у тебя просто форма у тебя это папку по виду ваш похоже на тарелку с пирожным вкус ничего особенного и гюнтер подтверждает в какой момент ему хлевал я может неправильно выразилась но ты множество раз мало того что ты обманул бедную розу когда изменил ей и скотт подтверждают его запись о том что вы не профессионал и гюнтер неоднократно нам рассказывал о том что ваша еда это просто поверхностно это все поверхностно это никакого вкуса вы не профессионал и этот скотт не то чтобы загубил вашу карьеру он закрыл ваш ресторан а ресторан это ваш главный доход который это ну я считаю что для повара это очень серьезный удар по его самомнению и особенно по такому самомнению как у люсь не не первый мой ресторан дай бог все высказали высказались мы посмотрели теперь мы должны проголосовать давай нужно время или мы сразу кулачки и трусим сейчас иконочку я совершу 1 2 3 смотри на меня никто не показал да я могу открыться да я не виновен на никиту показал денис на никиту алина пока на меня никто не показал давай 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 теперь я открываю вы не виновны так люсьена левиола я за тебя сейчас почему-то изначально говорил он не виновен я же говорю смотри я а я объясню объясню потому что нашли у него мой сверификатор да это слишком грубо да если бы это был он то есть подставили понимаешь с верификатором и меня и его то есть это это нас наоборот исключило из подозрений она его слишком любила она до сих пор его любит она не стала бы его убивать она до сих пор в него влюблена и надеется на что-то а ты не просто так вампир в юбке открывай свой вердик дьявол хай пажу вы виновны разгадали эту красоту то есть мы все победили кроме тебя смерти скотта виновная виола витсане виноваты лишь в том что так поздно отомстила за свою сестру я любил ее больше всех на свете и сильнее всего я сейчас жалею о том что никогда я об этом не говорила вы даже не догадались умники понятно все сидят детективы роза думала что недостаточно хороша но на самом деле она была лучшей из нас всех я лишь пыталась подстегивать ее на пути к светлому будущему будущему которое она уже не увидит год назад ее мечты были разрушены прямо в этой студии она покончила с собой она сделала это сама но ее убийца алана скотта я долгое время планировала месть и донателло преподнесла мне возможность на блюдечке когда я услышала про опасные ингредиенты выпуски и шоу я поняла что лучшего шанса у меня не будет мне было на руку что скотта окажется здесь в окружении людей которые его ненавидят поэтому я перестала сопротивляться сценаристом я посмотрела запись утреннего эпизода чтобы убедиться что все идет по моему плану мне лишь нужно было найти лучший способ его отравить идея родилась когда я услышала лекцию гюнтера о сферификации во время обеденного перерыва пока в студии никого не было я достала ядовитой части рыбы фугу который бестолковый нори оставил в муцерке днем я смешала их с остатками желатина после чьей-то готовки а потом сделала сферификаторе икру чтобы добавить ее в блюдо гюнтера сферификатор я подложила в корзину за столом люсьена мне нужно было чтобы его нашли обвинить могли гюнтера или люсьена в общем кого угодно мне было абсолютно безразлично все шло идеально или почти все алан поплатился за свое высокомерие всю свою жизнь он вел себе подло брал все что хотел и не беспокоился о последствиях я знаю что вы все кто сейчас смотрит на меня с ужасом в глаза сделали бы то же самое даже если вы сами уверены что это не так вы действовали грубо вот это мы все детективы красавчик просто разложили у меня была информа что она изменила фамилию у тебя была информация вот в сообщении в кроме где в этом в тексте забрали типа такая паинька лапы уж точно не то не дорожим а подожди не моя мама которая лежит какого с тех пор как ушел отец и не сестра для которая всегда недостаточно хороша вот да если бы мы это сложили тогда все точно ты это узла она говорила про сестру обратили внимание и и я говорил о том что я знала что она сменила фамилию и ждать не все мы учли ну типа методом исключения гадать другим путем тут что хочется сказать за счет того что здесь в тексте ключевые слова подчеркнуты и вы просто не зададите тех вопросов которые здесь в секрете как бы так или иначе то есть все улики вскрываются за счет на все надо же задавать вопрос да потому что они ключевыми тут словами жирным текстом задавали вопрос не задавали вопросы значит у кого-то не было секретов это твой секрету это твой доме не задали время наш прослушали аж у нас разрушили миркой скота никто мне ничего не спросили но не обратили потому что мы начали одновременно все тексты читать и мы сами запутались в показаниях это последнее было не одновременно это я прочитал про гримерку это это я когда прочитал что-то терся в гримерке так ладно поехать и он отвел получается что на улику не открыли и получается что тем самым как бы тут в любом случае все эти вопросы ну как бы все улики откроются это как бы хорошо здорово потому что обычно в детективных играх но если вы что-то не открыли это ваши проблемы получается что вы уже и не знаете что там было здесь вы всю информацию узнаете прям как клубочек вот это все разматываете и прикольно что вы до последнего не знаете кто виновен а кто не виновен а вообще никаких подсказок не было что этот я просто так же как и вы у меня просто текст то же самое вот тут есть обвинение всех подряд если честно в какой-то момент я думал что это я убийца я тоже думала что это вот я в момент задумал что это гюнтер потому что там огромная речь шла я такой да это гюнтер гюнтер потом смотрю что-то увели обратно к ней что-то что-то личностные какие-то взаимоотношения и ты на секунду задумываешься что каждый из вас предатель я до последнего виновные так и я сижу последняя карта и тут вот эта гримерка скотта изучите улику номер девять я думаю мне наверно сейчас вообще полиция нельзя то сейчас там будет что-то чем меня а я откуда я знаю что там вещи я думаю мне сейчас полиция сейчас там будет что-то что меня за хорошо а я наверное потому что мне типа новыми ты же сказать я сижу и так это же считаю что в нем такое нет ну видите тут у всех были какие-то понятное дело что тут ресторан это все скорее такой поверхностный мотив ну типа профессионально не очень тут что-то личностное личные взаимоотношения между розой и всеми кто с ней спал и кто к ней как-то но относился вот тут именно личностный мотив и поэтому действительно в каких-то моментах мне у меня просто все было про карьеру и про скотта за исключением там некоторых каких-то карточек про розу нигде не было намеку что мы сестры я сама до последнего не знала то есть пока мы признание не прочитали я не догадывалась и мне было проще сказать про работу чем не сказать потому что утаивать и про работу и про личностные отношения а можно самому взять и прочитать нет если вы не обязаны разглашать эту информацию поэтому тебя задают вопрос ты отвечаешь ну что давайте наверное перейдем к выводам хочется сразу вначале сравнить с этим с кулинарием мартале то есть очень похоже по внешнему виду ну прям действительно очень похоже по механикам после механикам то есть я вот играл действительно у тебя вот есть какие-то факты которым ты начинаешь оперировать и подстраиваться к ситуации потому что до конца всей картины ты не знаешь то есть вот у тебя есть такой факт такой факт и это интересно в первую очередь тебе самому как игроку потому что тебе интересно узнать кто убийцы в кулинарием мартале там ты сразу понимаешь ты убийца или нет и ведешь себя уже относить а здесь непонятно ты начинаешь уже как некий поразал параноид думать что это ты сам а тебе еще потом надо отмазаться и ты вот в конце там еще пытаешься как ну короче это прикольнее сделано в этом плане игра интереснее но с другой стороны может быть кому-то это не понравится потому что такой ну блин я же знаю что это я убийца почему я должен этого не знаю ну типа чего память отшибы что ли и уже ты потому что совершенно другая линия вы поведение будет когда ты знаешь что ты виновен и не знаешь интересный опыт как в той игре как и в этой но если уж там типа сравнить выбирать среди всех игр ну я бы выбрал вот эту потому что та игра требовательна к количеству участников там прям нужно много человек эта игра сделали такой знаешь как будто взяли кулинарный мартале переработали под более такую универсальный более универсальный да здесь мы смотри здесь можно играть четвером тогда у один играть зарио от пяти по моему там да чуть ли не большой состав там большой состав да там 76 и 5 до более или менее оптимальный вариант 4 человека проще собрать чем 6 вот здесь можно играть пятером тогда все будут участвовать и можно еще играть 6 и выше выше да здесь есть еще дай просто коробочку просто хочется как вот это кстати да здесь есть еще карты детектива и дополнительные и здесь тоже то есть я так понимаю здесь какие-то какие-то фразы видишь который на вот например вещь виола можете там как гюнтер как вы отрегировали на новость об участии скотта во съемках то есть здесь такие вопросы которые могут натолкнуть на те или иные для потому что здесь вообще сама концепция типа мы люди на допросе которые вот мы отвечаем на вопросы полицейских получается здесь добавлять детективов которые нам эти вопросы задают и мы в процессе этого типа составляем картинку по частичкам то есть такая вообще задумка поэтому здесь наверное оптимально хорошо будет играть именно большим составом потому что тогда задействованы детективы и тут шире тогда возможно скажу детективу не так интересно играть да да там тоже как это видишь секресная колода возможно у них там есть какие-то плюхи преимущества не там списке вопросов просто вопрос это вопрос и я думаю что игра изначально на пятерых рассчитывал вот в пятером мне кажется вообще она костыли идиолит идеальному играешь просто да 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 не игра опять строго по составу идеально да отлично играть в пятером короче ну игра прикольная на самом деле хотелось бы попробовать другим а кстати тактика же какие всегда начинает обсуждение раунда и допрашивает подозреваемых используя подсказки на своих картах но он также может задавать дополнительные вопросы по своему усмотрению если все подозреваемые выложили свои карты текущего раунда лицом вниз считается в финале после всех остальных игроков детектив излагает свои соображения по делу на этапе голосования детектив может сделать только один выбор независимо от количества игроков команде детектива на его гола считается за два обычных они все вместе играют за вот эту колоду оставшиеся люди они как-то в вердикт выносят но но и считается за считается за два голоса то есть короче детектив такой ведущий который прям ведет игру а здесь он не отыгрывает могут быть виноваты никогда не убит но убийца получает два голоса если типа детектив указывает на него это два голоса в пользу другого и типа сложно очень мне кажется что значит не погружаюсь да мне кажется вообще не погружаясь в роли в эту игру на такой себе играть не нужно садитесь вы полицейский ну-ка расскажите почему это ну да 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 у нас есть улики которые указывают на обратное а вот смотрите он говорит вот это а этот говорит вот ты такой как тихо стороне вот это она тебя больше как бы характер персонажа задает а детектива ты можешь сам любого отыгрывать ты можешь коль там гадненького мерзенького может там детектива добряка типа отыграть тут тебе не знаю мне нравится вот это тема кстати вариант с плохим злым роль ты отыгрываешь своего персонажа отыгрываешь его мышление его логику круто согласно вот это мне больше нравится а видишь а мне вот мы сейчас обсудили короче мне наоборот захотелось поиграть за детектива прямо интересно ты такой знаешь типа ты знаешь что ты не видно на тебя никто обсуждать нибудь тебе не надо отмазать но ты как сторонний наблюдатель смотришь за реакцией всех людей как они играют и пытаешься сам для себя вышли потому что твой голос решающий этот голос может легко если промахнешься убийцу спасти да и это прикольно кстати интересно кто-то как никита выберет да я хочу роль я хочу вот играть я хочу участвовать в этом фильме а другие скажут мы не хотим участвовать фильм мы хотим просто понаблюдать и я изначально когда сел думаю блин как это все будет работать вообще не понимать что маслом азову тебе дадут часто роли чем если делать сейчас поиграл но все красавцы не понравилось я теперь хочу новую роль и мне понравилось на калину от игры я просто вообще на самом деле для меня был шок что я убийца и ты всегда на адреналине что до последнего в кулинарио mortale ты знаешь что ты убийца и там будет зависеть от того где ты хорошо отмолчался где ты хорошо при брехал ну так вот просто навык заболтать кого-то да потому что в таких играх в любом случае будут подозревать всех кого-то в большей степени кого-то в меньшей степени в кулинарио mortale есть высокая вероятность ну как бы ошибиться если кто-то чуть меньше ты там проследил за фактами а здесь ты сам до последнего не знаешь что ты убийца и ты реально то есть в ситуации ты себя оправдываешь ты цепляешься за несостыковки ты сам как детектив то есть и в последний момент ты узнаешь это такой адреналин когда ты вскрываешь карту и тебе в последнюю секунду филипп сидит думаю послушай что все говорят никите на тактику в письмах призрака посидеть послушать что все говорят смотрю филипп на люсьена думаю ну да личность ну я это сама тоже расследование проводила я понимаю что там именно какой-то личностный был мотив да люсьен подходит он и изменил и бросил донателлу думаю не буду валить потому что она и так на меня злая сейчас в ответ взъестся гюнтера думаю не будешь ругать хрен на него потому что ну типа неподозреваемый и все берут и на меня я так это что я сделала не так ну мы в конце просто логично потому что мы хорошо рассуждали в процессе игры видишь я и сама выстроена логика у нас у всех я-то и сама участвовала в расследовании то есть я все свои лучшие мысли и соображения потратила на раскрытие самой же себя получается это тоже круто мне еще добавлю понравилось как структура игры реализована то есть каждый раунд на всех новые подозрения новые мотивы появляется у всех и ты до определенного момента мы реально подозреваешь всех то есть у меня не было какой-то одной четкой версии до конца вот до момента голосования у меня только последний момент четко сложилось только последний момент то есть не было вот такого просто она подкидывает по всем подозрениях да рандомно выбрали и выиграли да вот это угадайка была сидели значит всю игру никиту обвиняли геутер обвиняли про взяли раз и на меня все показали угадай я шучу по поводу писем 3 давай что там еще давайте смотрите есть еще роковой круиз и да и желтенькая окрабавленный килл то есть тут я так понимаю даже и хочу поиграть наследник знатного шотландского клана зверски убит в собственном доме детектив стиле история шерлоке холмсе здесь круиз по нилу на роскошном лайнере вернулся кошмаром двое пассажиров обнаружены убитыми в своей каюте загадочный убийство с ноткой сверхъестественного а здесь убийство на ниле мне нравится оформление здесь что-то более наше время тут когда какие-то 80 да 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 так это круиз по нилу то здесь за основу взяты популярные детективные истории но за счет как этого элемента рандома нет вот это очевидности до которой о да это точно донателла потому что она работала там с ядами да или это точно вот обидно что но и сразу выпадает да он дает показания по этой если бы 5 человек если бы такая была бы перчинка это было бы круто уж на море там тоже очень много особенно с этой рыбой и я под конец в мусор хотя вот там написано она должна специально утилизироваться он в мусор то есть он тоже такой лошара непрофессиональный как и вот этот тут сидит он такой тип его не лошара нет он такой типа эксперимент от фуда пофигу вот такой вот и ну конечно это все главное искусство искусство реально хочется еще главное ребята фугу вам не есть главное ребята духом не стареть и как-то там еще не будете как скотт мертвые друзья у нас есть вот еще коробочки в общем мы постараемся на не ближайшее время ну записать тоже для вас другие игры из этой серии игрушка крутая собственно говоря вы все наши мнения услышали вот спасибо всем кто поддерживает нас на бусте там видео выходит чуть-чуть раньше чем появляются в общем доступе всех любим обнимаем в детективные игры для вас играем вау а вот вы играете безопасно рыбу фугу небезопасно а твой игровой безопасно смотри это и нужно это твой игровой очень хорошо смотреть для здоровья и очень способствует аппетиту и вы будете счастливы когда посмотрите отрывы фугу можно приуныть до счастья повышается здоровью дофамин